Привет всем! С вами канал Стофики и ваш любимый Санечка. Вчера мы были на рыбалке на озере Балбанты. Но вы в видео уже увидели. Поймали рыбы. Я вот взял себе 10 рыбин, 5 окуней и 5 платвиц. У нас это сороги. Я хочу вам показать, как можно сделать котлеты, чтобы в них вообще не ощущались косточки. Сейчас я вымою рыбу, почищу платву от чешуи. Ну что ж, рыбу мы почистили. Теперь начнем вырезать филей рыбы для котлет. Что нам для этого нужно? Нам нужен нож филейный. Куплен он в магазине за 300 рублей. Главное то, чтобы он был очень-очень острый. То есть подправлять его нужно постоянно, перед тем, как заниматься с рыбой. Мне нужна одна перчатка на левую руку. Мне сподручнее работать инструментом, именно открытой рукой. А перчаточкой я буду брать рыбу. И вилка. Чисто для удерживания рыбы от скольжения. Ну и, конечно же, доска. Ну что ж, начнем. А начнем мы сначала с окуня. Как окуня разделывать на филей. Очень многие, скорее всего, уже видели. Очень многие, скорее всего, этим пользуются. Но я немножечко напомню. Берем окуня, прокалываем насквозь. Прокололи. Теперь просто обыкновенным движением по диагонали от плавников делаем надрез. Нож держим в доске, а окуня чисто двигаем. И он сам прорезается. Вот он прорезался. Теперь что мы делаем? Перехватываемся за мякоть и за голову. Большим пальцем держимся за мякоть, чтобы она не скользила. А рукой обхватываем его голову. Теперь ножом мы против чешуи подрезаем. Он очень легко режется. И выходим... Вот я уже почувствовал хребет. Вышли до хребта. Теперь его наклоняем в сторону хвоста нож. И чувствуя хребет, начинаем подрезать. Подрезали. Вот что у нас получается. О-о-о! Окунь даже с икрой! Ой, как хорошо! Мы еще будем икру собирать. Теперь мы окуня переворачиваем. Указательным пальцем хватаемся опять за мякоть. Ножик опять против чешуи. И делаем надрез. Надрезали. И теперь мы опять же поворачиваем нож. И прорезаем уже с этой стороны. Режем так, чтобы мы чувствовали, что касаемся хребта. Вот, надрезали. Вот что у нас остается в остатке. Немного мяса, хребта и так далее. Не волнуйтесь, это не уйдет у меня в мусорку, потому что у нас есть собаки. Это Маркус, Марик зовут его, и Чушка. Обе собаки семейства Маламут. Они у нас тяговые. Они нам помогают таскать наши груза. То есть, волокуши груженые, они очень хорошо тащат. Поэтому я это все не выкидываю. Это уйдет им на корм. Вот, что мы имеем. Теперь мы берем любую часть филей. Кладем ее. Если у нас получается, если по направлению, вот у нее голова, а вот хвост. Нам нужно сейчас удалить ребра. Поэтому мы кладем, так как я буду сейчас работать именно правой рукой, ножом, поэтому я кладу хвостом по направлению вправо. Вот, от меня сейчас по направлению вправо. Левой рукой я беру вилку и придерживаю в начале головы саму мякоть. и ножом подрезаю, удаляю. И ножом удаляю ребра. Они очень легко удаляются. На них практически ничего не остается. Вот, это уже тоже пойдет на корм. Вот, теперь я его разворачиваю. Вот таким вот макаром я снимаю именно филей. Вот, что у нас получилось. На нем нету ни одной косточки, ничего, чисто остается одно мясо. Кожу, естественно, это уже выбрасываем. Переходим к другой части. Опять же, мы ставим голову слева, а хвост справа. Придерживаем, придерживаем и отрезаем теперь, убираем теперь здесь ребра. Убрали. Также переворачиваем филей. И так же отрезаем филей. Вот, и в таком духе все остальные окуня будут у меня очищаться. сейчас я вам покажу, как я разделываю плотву. Вот у меня плотва. Что я делаю? Вот она, на ней чешуи нету. Я ее кладу теперь головой вправо, а хвост влево. Нам нужно убрать верхний плавник. вот видите, я взялся за этот плавник и его оттуда вырываю. Вырвал, это тоже пойдет на корм. Рыбу, как вы заметили, я не чистил ее полностью, только убрал клетк. все. Потому что мне вы сейчас сами увидите. Дальше что я делаю? Я делаю надрез уголовых до хребта и начала изгиба ребер. хребта. я его подрезаю вот таким макаром до, как говорится, начала хвостового плавника. Вот я подрезал его. Теперь опять ножом туда захожу и чисто его уже отделяю от хребта. Вот. Отделил. Получается вот такая вот мякоть. Ребра остаются здесь. На них вы знаете очень мало мяса. Поэтому зачем мне перемалывать кости и мясо очень тяжело отделить от костей. Переворачиваю ее так же головой сюда и делаю те же самые только уже с этой стороны. Вот наша мякоть. Все. Она у нас пойдет уже чисто на котлеты. Вот эта рыба, все, что от нее осталось вместе с ребрами и мясами и внутренностями опять же пойдет на корм наших собак. мякоть. 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 Музыка Кстати, из таких филей очень хорошо делать чипсы, серьезно, очень хорошо делать чипсы. Что дальше остается делать, это лишь только их обмакнуть, кто как желает, в муке или в панировочных сухарях. Кто как желает. Дальше все это дело обваливается в яйце и бросается на сковородку. В течение 20-30 минут вот эта вот мисочка будет вся прожаренная и очень-очень вкусная. Без единой косточки, просто берете и едите. Попробуйте, не пожалеете. Ну, а мы сейчас будем дальше делать. Что нам дальше понадобится? Нам нужна мясорубка, миска под нее, естественно, филей рыбы, хлеб, вымоченный в воде, лук, один зубчик чеснока, картошка, две штуки размером с яйцо. Ну и, конечно же, само яйцо сырое, куриное. И самый главный инструмент это шуруповерт. У меня шуруповерт Макита, 18 вольт. У него стоит бита, головка на 12. Так как у меня мясорубка именно приспособлена под Макиту, в нее вкручен болт на 12. Он как раз подходит на место затяжника ручки. Самое главное, это ложка. Ложка для техники безопасности. То есть, когда мы будем вставлять филе в горловину и остальное, мы будем ею прижимать. Не пальчики туда засовывать, а прижимать. Ну что ж, приступим. Ну вот, сколько у нас получилось фарша. Видите, да? Мисочка небольшая. Ну, где-то на котлет 10-12 будет точно. То есть, дюжину персон мы накормим. Котлетки будут мягенькие, без косточек. Я вас уверяю, вы ни одной косточки там не почувствуете. 10 рыбин, 5 окуней и 5 плотвиц. У нас это сороги. Вот что у нас получилось. Этого нам сейчас хватит вполне покушать за ужином. Я никогда не набираю их мешками, как некоторые. Куда они потом ее девают. Я не буду врать. Но мне некуда ее девать. Я наловил чисто для себя. А отходы пошли собакам. Ну все. Смотрите канал Стофики. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч. С вами был ваш любимый Санечка. Субтитры подогнал «Симон»!